Всем привет дорогие друзья, с вами НС и это хочу знать. Частенько я рассказываю про достаточно извращенные фишки, которые использовать выходит не всегда ввиду их сложности. Сегодня же у нас 5 простеньких фишек, которые могут быть достаточно часто полезны вам в самых обычных игровых ситуациях. Первая фишка за Templar Assassin. Нынче этот герой не в моде, поэтому и мастеров на нем особо не встретишь, а многие уже и забыли как на нем играть. Напоминаю одну прикольную особенность работы пси-блейдов и рефракшена. Заряды рефракшена не снимаются, когда вы атакуете своих крипов. В это же время пси-блейды прекрасно работают при атаке своих крипов, в связи с чем открывается богатое поле для тренировки криппинга и хараза противников через пси-блейды с отключенным рефракшеном. Вы фармите, вы наносите урон по противнику, а заряды не снимаются. Благодаря этому за один рефракшен можно сделать чуть ли не в 2 раза больше ударов с плюс уроном. Этой фишкой активно пользуются только супер скилловые ребята, но у вас всегда есть шанс к ним подтянуться. Сларк Сларк – герой неприятный. Когда против вас в игре сильный Сларк, это огромнейшая проблема. Есть один способ много раз за игру законтрить мерзкую селедку. Все, что нужно – это фурион. Вы просто используете спруты на себя или своего союзника сразу после паунса. Спруты практически всегда оставят одного героя внутри, а второго снаружи. В итоге Сларк тупо не сможет бить по цели в паунсе. Ему придется либо ждать, либо искать другую цель, а это уже потеря времени для него. Конечно, контриться топориком или тангами, но чем дольше идет играть, тем больше эта, казалось бы, простейшая фишка напрягает Сларка. Ведь в лейте топорик или танго он носить вряд ли будет, а в Баттлфьюри Сларки вовсе не собирают. ОД может неплохо удивить противников одной простенькой фишкой. Дело в том, что в Астрале ОД работают положительные эффекты лечения, которые были наложены до Астрала. Хил Оракла, например, или Варлока. Но Оракл с Варлоком нам и не нужны, потому что, помимо прочего, работает и обыкновенная Фласка. Жмем Фласку на себя и сразу после этого прячемся в Астрал. По окончанию Астрала мы получим плюс 200 жизни от работы Фласки. Это может быть очень полезно в каких-то битвах на старте игры. Мало какой противник будет ожидать, что, уйдя в Астрал с сотней жизней, вы появитесь обратно уже с тремя сотнями. А такое изменение на первых уровнях часто может быть критичным. Играя за Пака можно очень сильно пострадать от Дизраптора. Ведь он может вернуть нас практически откуда угодно в Статик Шторм и мы просто умрем в нем. Шифт Пака от Глимса не спасает, Глимс вернет Пака и в Шифте. Правда, Пак при этом из Шифта не выйдет. И вот тут-то и есть одна хитрость. Под самый конец Глимса, когда мы уже должны вернуться назад, кидаем орб себе на ход и нажимаем Шифт. А оказавшись в Шифте внутри Статик Шторма, не паникуем и просто используем прыжок на орб. И это можно сделать прямо из Статик Шторма, главное из Шифта не выходить. Таким нехитрым образом можно спасти не то что жизнь, но и ни капли здоровья не потерять. Можно же подобным образом уходить и при помощи блинка, конечно. Но, во-первых, если на вас висел Тандер Страйк, то блинк может оказаться в кулдауне. А во-вторых, у вас может еще и не быть блинка, когда вы попадете в подобную передрягу. Расфармившиеся иллюзионисты – это настоящая напасть. Ну, мол, что делать с лансером в шесть слотов или каким-нибудь отожранным террорблейдом. Если нет эмберспирита с кучей предметов, то часто вопрос этот решить не удается. Я сейчас вам порекомендую одну неплохую фишечную штуку за Тинкера. Тинкер нынче не самый популярный, но, мне кажется, его апнут в следующем патче, так что он снова может войти в мету. Дядя, патч уже сто лет как вышел. В общем, какое дело, лазер Тинкера, усиленный аганимом, прыгает по всем героям в радиусе 650 от первой цели. Но в описании способности забыли упомянуть, что не только по героям, но и по иллюзиям тоже. Притом, прыгает он буквально моментально, а все иллюзии получают неплохой урон. Но что намного более важно, они все начинают промахиваться в течение четырех с половиной секунд. Учитывая, что у Тинкера есть реарм, иллюзии фактически вообще никогда не будут бить. Вместо армии грозных бойцов получается армия косых инвалидов. Кстати говоря, крайне эффективно против очень модного нынче Хаус Найта. На этом все, друзья. Надеюсь, что фишки вам понравились. Если так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Инесс, до скорых встреч! Я ХЗ, что это значит? В это же время пси-блейды прекрасно работают при атаке своих крипов. Ну, пси-блейды, а не блейды. Пси-блейды. Не знаю, не знаю, не знаю. Давай еще раз.